Всем привет! Это первый тур Кубка Блогеров на канале Ютубер, где блогеры будут бороться за чемпионство. И сегодня перед ними стоит непростое задание – разгадать, что же значат некоторые тюремные воровские термины. Как только блогер отвечает правильно, слово загорается зеленым цветом. Два балла, если ответил без подсказок, один балл, если попросил подсказку, ну и ноль, если не угадал. Вы тоже можете попробовать разгадать, а после написать в комментариях, сколько же вы набрали баллов. Ну что, начнем! Что значит слово «шконка»? Шконка? Это когда ты под кроватью лежишь. Это туда, куда можно что-то всунуть. Думаю, неправильно, да? Ну в тюрьме девушек нет, шконка, цик, заменитель девушки нет. Я знаю, что Ларин пел что-то, вот так вот, он пел. Шконка, я знаю, что это то, о чем пел Ларин. Он говорил «под шконку». Шконка что-то с тарелкой какой-то. Это вообще можно произносить, это не мат? Может, ножик такой вот маленький какой-то. Я думаю, оружие. Ну если придерживаться моей теории, что под это можно что-то положить, то это оружие. А, ну это известно, это, по-моему, вот эта штука, кровать такая, да, тюремная? Шконка? Шконка это кровать. Под шконкой, типа, это там, ты будешь под шконкой сидеть там. Да, 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 да. Значит, все-таки нары, наверное. Это нары. Это, по-моему, койка. Ну, нары, да. Шконка, ну нары, ну я понял. Нары. А, нары это то, на чем спят. О, все, новая информация, спасибо большое. Я, кстати, был когда-то в тюрьме. Я несколько раз был в детской колонии, был в карцере, и это жестко. Да, это жестко. Фанера. Интересно, чем я должна руководствоваться, чтобы понять, что это? Фанера это, когда люди петь не умеют. Фанера. Вообще, это фонограмма, под которую поет Киркоров. Фанера это тупой. Человек какой-то плохой. А если на картах саду мне легче будет думать? Ну, наверное, возможно, матрас. Ну, может, это на кровати, вот эта доска, нет. А, есть рама у мужчины, а есть фанера. Наверное, фанера это вперед, да? Логичнее стена, но, опять же, я могу тебе пробить фанеру. По-моему, второе, мне кажется. Да, фанеру пробил я. Фанера? Ну, пробить фанеру, по-моему, это грудь. Ладно, давай грудная клетка. Грудная клетка. Думаю, клетка грудная. А, фанеру пробить. Ну, блин, у меня не такое детство было, как у Руслана. Грудная клетка, пробить фанеру. Щипач. Штука для того, чтобы убирать волоски из носа. Щипач, это, по-моему, тот, кто вытаскивает с задних карманов кошельки и всякую менычь. Чуваки, которые всех раздражают. Вряд ли там есть такое наказание, как чувака, которого за тобой представляют, а он тебя щипает, типа, за какую-то провинность. Щипает всех? Ну, это вор, наверное, карманник. Ну, это по-любому чувак, который наказывает как-то людей. Он ногти всем обрезает? Щипач, это тот, который кошельки ворует в транспорте. Ну, это вор, карманник. Точно, он мне подсказывает, что тот, кто бьет тату. Правильно? Тот, который ворует вещи из кармана достает. Ну, блин. Который ворует? Карманов. Да. Тот, кто ворует. А, карманник вор? Да. Это карманник вор. Блин, а кто это разу, ты мне подсказал неправильно. Карманник вор. Синяк. Ну, думаю, это не так все просто. Синяк, ну, это вряд ли вот это синяк, который в власть, да? Самая пробивная шутка. Игорь, тыру-тыру-тыш. Так я знаю, кто это. Синяк Игорь. Блогер. Это блогер один очень плохой. В этом видео я не буду плакать, потому что считаю себя достаточно сильным человеком. Может быть, он там был гуру и в честь его теперь называют людей? Человек, которого бьют постоянно, не? Алкаш, не знаю. Человек, который постоянно бьет. Который пьяный, бухает. А, это нормально. Ну, самое очевидное было те, кто синячит, но вряд ли. По-моему, это алкоголик. Бухает. Синяк, ну, я не знаю, ну, бухарь какой-то. А может и не вряд ли, тот, кто синячит. Синяк, алкаш. Правильно? Блин, капец. Пьяница? Это просто? Ай, блин, я думал, что тяжело здесь. Татьяна либо Татьянка. Это так называют опущенных, да? Не знаю, мне моя училка шла в школу. Повариха? Мужик, который смотрел сериал «Татьянный день». Похоже на какую-то сумку авоську. Это, мне кажется, что-то из мира опущенных, нет? Даже вообще затрудняюсь и предположить. Может быть, это мужчина, которого... Это мужчина, которого переодевать в женщину. Ну, типа, который готовит всем. Да, опущенный человек. Опущенный человек. Опущенный человек. И почему-то кажется, это дубинка, потому что опущенный человек – петух. Ну, наверное, все-таки дубинка. Это дубинка, да? А, все, я не знал. А, я не прав, все-таки. Резиновая дубинка. Но я не слышала, чтобы в моем окружении кого-то «Татьянкой» называли. Кроме «Татьянок». Поэтому дубинка. Жывалка. Походу, его жуют. Ну, вообще ассоциация с жвачкой сразу, но ж вряд ли. Ну, не жвачка, что ж... Жвачка? Жвачка? Жвачка. Ну, типа, пшенка какая-то. Ну, каша. Этот буфет какой-то? Мне кажется, это какое-то вещество, которое тебе делает ок. Ну, буфет, типа, столовая, где, да, нет? И у меня есть жевалка. Не знаю, может быть, чувак в камере, который сидит за тебя, кто-то жует, что тебе не хочется жевать. Но сало можно жевать дольше, поэтому сало. Я из Украины, сало. Значит, сало, наверное. Ну, может, мякишь хлеб, когда жуешь? Нет? Правильно? Да. А, это хлеб. Хлеб. Ну, хлеб. Хлеб, я думаю. Баранки. Бублики. Не так все просто. У них еще один термин есть. Полчок, унитаз. На баранку, чекся. Оружие. Это руль. Нет? А, на зоне. А баранки гнуло, оттуда бы пошло? Какое-то оружие. Нули какие-то, я не знаю. Что-то связано с круглым чем-то, с нулем. Ну, может быть, какие-то, не знаю, кольца от ключей. Палки, которые в клетку вставляются. Блин, где ты это все взял? Ну, я так не скажу, я не знаю. Наручники, нет? Ой, нихера себе, клево. Ну, похоже на наручники. Правильно? Наручники. А, ну, понятно. Наручники. Наручники. Это наручники. 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 Выхлоп. У меня неприличная, сразу ассоциация возникла. Анал. Я думаю, что это связано с какими-то отверстиями. Когда пердишь. Нет. О, это как хайп, да? Может быть, какая-то там дыра, с которой можно сбежать, допустим, из тюрьмы. Ну, не знаю, выхлопная труба же есть, как бы, такая ситуация. Блин, тогда я не знаю. Выхлоп – это польза. Прибыль. Ну, пусть зачитаем, да. Ну, результат? Наверное, какой-то прибыль. А, ну, выхлоп – это, наверное, прибыль, короче, какая-то. Ну, это, наверное, результат чего-то. Ну, логичнее – это прибыль. О, класс! Два полных балла. Как в школе прям. Наверное, удар по пяткам. Ах, не хотел. Валет. Пиковый – это опять плохая шутка. Слушай, это как-то однобоком мыслью. Валет. Ну, наверное, чувак, который и нашим, и вашим такой, типа, и туда, и туда. Это парень? Человек? Лох! Лох? Может быть, это новичок какой-то там в зоне, там, нет? Я могу ошибиться сейчас. По-моему, это человек, который сотрудничает с этими краснопузой, которые… То козел, да? А валет – это тот, кто спит с тобой на говно. Тот, кто спит валетиком с другим? Ну, это, наверное, что-то связано с рангом человека на зоне. Ну, это не самая высшая карта. Старше десятки. Ну, довольно-таки сильная. Точно? Не, молодая, да, моя. Тихий молодой человек. Мне кажется, тихий молодой человек. Не, почему-то кажется тихий молодой человек. Это твой ответ? Ну, ладно, умственно, отсталый. Это твой ответ? Да. Твой ответ? Тихий человек. Я выбираю ответ «Козырный уголок». Ну, то есть, умственно, отсталый человек. Умственно, ааа, блин! Не силен я в умственно отсталых людях. Это я, умственно отсталый. Валет, это умственно отсталый? Нет, это тихий человек. Ты обледенешь? Сейчас. Это тихий человек. Нет, это умственно отсталый. Я-то говорил. Тихий молодой человек? Наверное, тихий, скорее всего. Пусть будет тихий. Но если он умственно отсталый, он может валетиком спать, правильно? Так что не так далека было. Байкал. Опять шуточки тут, а? Озеро. Озеро и вода такая есть. Есть какая-то связь с озером? Байкал. Байкал. Байкал, Байкал, Байкал. 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 Байкал, Байкал, Байкал. Туалет? То, что невозможно пить. Ванная? Ну, невкусная вода. Может, ржавая вода? Ну, у меня есть одна ассоциация. Учитывая то, что Байкал самое глубокое озеро, а в тюрьме не очень хорошо поступает с разными людьми иногда, может быть, это очень глубокие человеки. Канализация, наверное. Канализация. Та ё-моё! Ну, если бы канализация было смешно, но я выберу чай. Скорее, слабо заваренный чай, потому что есть такая штука, как чефир. Возможно, это к этому. Наверное, чай. Это слабо заваренный чай. Наверное, чай. Наверное, чай. Алтарь. Это не общак? Это, наверное, то место, где типа на шухере стоят. Какое-то ценное место, важное, наверное. Получок. Это, наверное, какое-то место центральное, где они все собираются. Там, где молятся. Выход из зоны. Там, где главный. Блин, ну попроще можно было. Там, где татухи бьют. Мне кажется, лучшее место в камере. Пойдем к... Ну, мне почему-то кажется, лучшее место в камере. Лучшее место, я думаю. Лучшее место в камере. Это судейский стол. Наверное, судейский стол. Судейский стол. Судейский стол. Да что ж такое? Ноль баллов. Авиатор. Тот, кто покончил жизнь самоубийством, выпрыгнул из камеры. А, это невозможно. Не знаю, это фильм с Ди Каприо. Ну, в Игре Престолов можно было. Ну, я после клуба авиатора обычный. Ну, авиатор, наркоман. Он летает часто. Летает, короче. Залетчик. Тот, кто умеет делать солнышко на турнике. Чувак, который стрёмные очки носит. Может быть, с машинами, угоняет, угонщиками. Тут вообще никаких. Ну, это который на втором этаже спит. По идее, на верхних нарах должен жить. Ну, судя по тому, что верхние нары называются пальмами, возможно, это верхняя нара. Ну, логично, что на верхних. Типа, летает. Это тот человек, который живёт на верхних нарах. Наверное, всё-таки... На верхних нарах? Наверное, верхние нары. Контрабандист. А, я так и думал. Блин, я уже вообще... Блин, я знала, что нужно выбрать неочевидное. Ну, что ж, а по итогам первого тура у нас сразу три человека набрали наибольшее количество баллов. Для Руслана, Максима и Андрея тема тюрьмы была ближе всего, поэтому они получают по 8 баллов. Четвёртое место у Ули, 5 очков. Далее, Алёна Вену, мы, Сергей Интересный, по 4 балла. Никита пока что довольствуется двумя, а у Антона одно очко. Ровно через неделю, в следующую среду, второй тур. Ребята, спасибо большое, что посмотрели, вы молодцы. Обязательно подписывайтесь на канал Ютубер. Да, обязательно. И крепкой вам фанеры. И удобной шконки. Да, и почки вам хорошие.